он же рыжий кофе ну подкинули мне новенькое свеженькое видео интересное автономный дом автоном дом без воды без электричества от канала 808 я делал реакт на видео про точку будущего они снимали супер современная школа в иркутской области в иркутске чек ты саут вон он видно ребяшки халлоко говорится приветствуем вас в курской области сегодня снова покажем вам модульный дом три причины во первых необычная внешность согласитесь когда выезжаешь за город в редко встретишь что-то вот такое во втором это один из модерного личных домов в мире прямо сейчас на полном серьезе и в третьих все-таки приятно что до сих пор кто-то верит у нас тут в инновационные проекты и пытается их развивать что к чему обзор поехали окей том оу 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 уу уу для кривешки то что стоит за нами называется ау тут такая вот игра слов то есть на русском языке ау когда вы уходите куда-то в лес кричите ау ау это я что-то вспомнил сразу такой мемчик ты сохраняешь мемисы мемчики себе нет вспомнилось это стримерши некоторые там их просят сказать девочки говорят мальчики у и вы а на английском языке тут читается слово out то есть это такой призыв на ехать за город отдыхать за городом этим всем занимается компания rocket который основана в 2019 году молодая компания и на этом этапе у них всего два дома 1 20 квадратных метров стоит вот здесь вот недалеко от города курска он на аренду можете приехать посмотреть что к чему и они его тестируют тестируют технологии которые в этом доме применены второй дом это уже 30 квадратных метров прямо сейчас получше на большом производстве о x-wing уже за это лайкосик ну выглядит очень даже заявить модерного прямо скажем как из каких-нибудь фильмов зарубежных там где будущее но недалекое будущее там какой-то миллионеры вот такой вот дом дизайнерский домик какой-то там что-то происходит страшно ужасно но теперь самое интересное поймем так сказать необычной вечности что в нем технологичного и вот здесь пожалуйста сядьте поудобнее потому что вот такое мы точно не ожидали вот здесь вот в лесах курской области ну да вон нормальные обычные домики интеллектуальный жилой модуль автономный дом с нулевым внешним потреблением электричества и воды все энергосистемы дома включая отопление подогрев воды системы коммуникации и безопасности работают от электричества которое вырабатывается солнечными панелями а также ветрогенератором теперь что касается воды это тоже интересно скважины тут нет забавно что ветрогенератор не крутится и на это вопросом а энергоэффективности самообеспечение этого дома вот какой-то день нет у тебя ветрогенератор не крутится солнышко не видно из-за тучек понятное дело что она светит все равно там проходит какой-то но мне не так эффективно как был бы солнечный день все же и ты сидишь на одних панелях в доме установлена система сбора дождевой и талой воды несколько фильтров обеспечивают ее очистку и после этого можно мыть посуду и ходить так а если домик тесто и где-то там где у тебя стоит домик там засушили немножко климатом степи ведь а две недели вообще никаких дождей не будет обещают что уж там внутри огромный бак запасами этой воды честно говоря мы хотели сами походим посмотреть разобраться что в чем надо замкнутая система там много все на по кругу идет до типа помыл посуду по пил оно прошло через фильтры который кстати тоже нужно менять очистилась и снова туда и так по кругу идет до ну пауза очень ценна что вы кликайте на ссылку зовем алексея одного из основателей компании он ответит на все вопросы и проведет небольшую экскурсию кстати они машину хорошо поставили весной 22 года многие поняли что лучше возможно зарабатывать в иностранном да 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 интеграция какая длинная Леш короче вот у вас на сайте я прочитал несколько моментов интересных я буду зачитывать а ты и говори правда или нет значит фасад имеет съемную конструкцию его можно заменить как чехол на спартфоне да ну вот там заметно сверху несколько частей так мы их снимаем и меняем мы видим вот серебряную часть это серебряная часть может быть любой по цвету и по форме формой и боковины да и боковины собственно можно сделать как байтлэй сверху заметно то есть что это фасад сменный там идет остов и сверху фасад него сделан кстати почему всего две панели электрические солнечные вот кстати нормальные домики это какой-то поселок либо деревне да довольно цивильно надо сказать тут живут люди вполне нормально смотришь вот нормальный дом вот так похоже на бывший дачный какой-то и был то есть под какой-то например глэмпинг написать его название собственно и все значит следующий пункт из чего все это сделано и что у нас по фундаменту я видел там какие-то пенечки да 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 мы решили он здесь стоит скажи пожалуйста он стоит здесь с ноября чтобы посмотреть ну как бы как конструкция пройдет пучение грунтов мы намеренно его ставили по условно говоря на пенечки и то мы их подкладывали только с тем намерением чтобы выровнять в горизонт по технологиям это каркасник да металлокаркас мы закладывали сюда да это металлокаркасники ну че это застов это металлокаркас естественно глупо было мне подумать что это какой-то газобетон ну это да глупость нужно будет переносить избыточные скажем так сечение чтобы накручение вот все было стабильно чтобы он мог стоять где угодно как угодно чем угодно подниматься металлокаркас утепление и вот это все навесное оборудование но в будущем мы планируем уже в принципе есть разработка печатать на 3d принтере из переработанных пластмасс площадь солнечной панели 48 квадратных метров насчет того что это каркасник это выходит по факту прокачанная бытовка купа для рабочих очень прокачанная очень современная бытовка да это на большую это на большом да 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 здесь меньше потому что здесь мы еще не доставили полностью крышу здесь нет вот этих трекеров отслеживания потому что эта вся система осталась на том трекер отслеживание положения солнца снеговая нагрузка до 400 килограмм на метр квадратный да это участок зимой стоял автоматическая система удаления снега да мощность системы 12 киловатт это все правда да 12 киловатт это мощность собственно солнечной установки накопители здесь аккумуляторы стоят на 4 киловатта все это в принципе базовая версия которая позволяет в режиме автономности существовать в средней полосе если мы говорим о севере это надо все увеличивать если мы говорим о юге то это нужно уменьшать у вас электричество тут нет нет никаких проводов не видно нету так и хватает да хватает единственное в большой большой минус мы поставили еще ветряк не вообще толк есть он как вентилятор домашний выглядит нет он киловатт не принципе его как раз на подстраховку хватает в ночное время потому что ему не нужно слишком большого ветра чтобы начать что-то вырабатывать и он перекрывает ну порядка 15 процентов солнца нет у нас сегодня этого достаточно в принципе это происходит какой-то процесс да 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 а если вот прям совсем мрак ну ты не знаешь о чем я говорю ну как отбирать электричество аккумуляторы 24 киловатта когда они закончатся на данный случай мы предусматриваем как раз таки здесь помоле а тарана это скорее всего это по условиям наших испытаний мы его включали раз вдвое суток что по воде ну вот сегодня прошел немного дождика площадь опять-таки фасадов устроен как раз таки собирать максимальное количество дождевой воды то есть мы его для начала когда привозим мы его наполняем допустим 4 здесь 4 тонны 4 тонн воды а там не но 4 тонны тоже до больше чем я думал это назначил здесь сбоку находится это вода это все очистная а я не то здесь наверное генераторная по бокам рассовано или вот которым большом доме тонна тонна и вот эти верхние по 08 но питье нельзя для питья у нас стоит еще дополнительная система фильтрации ну как и в любом доме и все то есть дождевую в итоге можно пить до на выходе да если мы полностью очищаем то не проблема а серая вода куда выходит предусмотрен септик ну станция биологической очистки назовем она в доме она находится собственно под туалетом там у нас есть порожек она является такой переливной системой мы загружаем туда бактерии добавляем туда кислорода чтобы они там жили это все перерабатывается и на выходе мы получаем техническую воду которую можно свободно спускать в дренаж или пользоваться ну в качестве полива такого запаса воды в доме хватает на шесть месяцев вот сколько максимальный бак мы можем две кассеты вот эти по 4 тонны поставить это будет 88 тонн и в таком собственно режиме с замкнутой циркуляцией до этого хватит где-то до полугода люди какие-то вообще в россии интересуются этим им пишут звонят большого числа желающих скажем так из частных клиентов на его покупку я думаю не будет есть ну да не вряд ли будет что я немножко спойлер словил там один дальше он будет потому что есть в этом логик почему это частным клиентам особенно те у которых есть нормальные деньги это не будет интересно интересы со стороны других государств вот потому что мы отправляли запросы другие государства да мы это тех кто повернут на зеленой повестке скорее всего у них все таки еще ну как бы что греха таить увидим большую перспективу за рубежом то есть там люди деньги занесут да видите уши 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 кота вот тут вот тут вот ушки и морда уже уже да уже принесла ноги они заразаем технологии да и собственно вот эту вот свободу и независимость значит так это 20 метров да артем там дольше жил да да артем покажешь что внутри поделишься впечатлениями продолжаем зайдем внутрь так артем показывает значит интересует что вот этот внизу она для красоты или она какое-то значение имеет нет это просто декорация но сверху при этом вода сверху можно до установить дополнительные баки для накопления воды и объем запаса воды в доме автоматически увеличится умный замок умный замок открывается нашим людям которые вот приезжают вас ударит отпечатку им интересно что-то новое почти ни у кого такого нет но они не могут его как я открыть по отпечатку пальца но мы им предоставляем каждому личный пароль они выводят и собственно дом можно открыть при помощи пароля панели это рабочий уже панели да это вот они в данный момент слабенькая из-за того что погода серая атак когда солнечный день они вырубают достаточно то есть я все-таки прав то что в не солнечный день они слабее работают а люди приезжают сюда чтобы посмотреть дом по жизням там денек 2 видимо до это начали вы говорили энергии чтобы и протопить дом насчет машин отходил слазать его и хорошо поставили рядом потому что она чья-то из этих из основателей но для кадра именно для этого видео на отлично стоит машина такая модерного серебристая и вот этот дом под цвет подходит и вокруг все сделано хорошо все эти дорожки спиньков а заборчики и так прям стильно и бойлер нагрел водой горячей но и все баки собственно отфильтровали воду наполнились давай посмотрим что пойдемте находим давайте много места сколько высота потолков 240 есть печка но это так она для вида наверняка да или она прямо отапливает может помещение есть естественно слабенький проектор что это не дорогой будут ставить нужд да и проектор то хуета по-честному говорить чтобы прям было хорошее качество проектора нужно и чтобы условия были различны там соблюдены типа чтобы света не было от наружи так скажу и чтобы проектор был дорогой тысяч за стоя или больше этот дом до 20 квадратных метров то есть у нас вот тут вот а там еще стена продолжается до этого техническое техническое буду да я так и дал собственно спрятана сердце нашего дома то есть ради технологии вам пришлось приличное место от есть а вы так небольшой 20 ну блин ну можно было для первом доме они это же и не показательный дом буджи люди наверняка заглядывать ну убрать вот про пылесосить вот эту грязь вот все это немножко там власти какие-то трубить трубочки от идет выглядит не очень красиво просто не статичных нашего дома то есть ради технологии вам пришлось приличное место вот вот пропылесосить хотя бы здесь чтобы все было покрасивше есть а вы так небольших 20 метров все так in put что это что-то не понимаю батарея на 85 процентов заполненных total energy generated 0 6 6 киловатт а вот это вот что то есть есть возможность все таки подключить этот дом сети да я так понимаю или нету вообще я я прочитал что у вас тут охранной системы системы к идее минуты и рекуперации воздуха интеллектуальной системы измерения различных параметров в том числе сколько воды осталось все так а как это все все отображается в телефоне в баках стоит приложение понятно и показывают сколько воды в нем осталось а где приток откуда идет извне он с той стороны спрятан под нашими панели снег вода нам сверху поступает свежий воздух здесь на спрятан холодильник микроволновка здесь чистая водичка у нас стоит подсветочки вставлены в дом а кухне не разные нет кухни здесь нету но у нас есть мангальная зона которая всех устраивает люди справляются а мы хорошо сделали молодцы грех только от повода или на подумали и вертель панели и электрогенератор ванная да да ванная 30 метров было прям большая ванная здесь конечно же поменьше вот я сейчас включил воду 4 тонна начали тратиться да и куда она все идет септик и вот это можно пить да и вы сейчас дайте варианту да у нас ближайший день тогда послезавтра вот я думал что то есть из душа вода идет септик это понимаю правильно только нет не только из из умывальника и туалета выходит до что пальцем махаю ну да это прямо бы рекламное рекламное видео этот что есть вопросы если четыре тонны в таку расходуются то то на двоих на три месяца или там на полгода если дополнительно брать воду не знаю не знаю ну ладно нет ну и потом еще на неделю вперед я не не сказал да я думал что то что идет из душа из умывальника она фильтруется она не фильтруется найдет септиком она можно слить и и а пополняется эти баки из талой воды стал и и из дождей немножко у сам домик семь будни восемь выходные купель плюс три тысячи нравится то есть как бизнес это можно рассматривать нужно нужно из нас это нужно рассматривать но бизнес даже теоретически много ведь до себе это можно абсолютно верно так цена на цена выходим хоть давай напоследок саму неприятно и ставили раньше вот это вот 20 квадратных метров можно было купить за примерно 4 миллиона а дом 30 метров можно было купить заказать ребят за 5 миллионов сейчас четыре с половиной и пять с половиной миллионов соответственно конечно звучит не дешево дайте автор гирида вообще не дешево дом абсолютно автономен нет ни воды нет ни электричество он работает сам и как минимум можно приехать и посмотреть да чему арендовать его в будни или выходные поночевать так сказать приобщиться каким-то мировым и как раз я скажу свое мнение что ребята все-таки остались здесь и пытаются все это здесь развивать но посмотрим как оно будет дальше потому что сейчас мы такой переход на через порно на вот во всем этом в каком-то виде заинтересованы возможно им таскать пригодится ваша поддержка все ссылки укажем внизу ждем ваш комментарий спасибо что посмотрели всем терпение и добра пожалуйста будьте вежливы в комментариях увидимся пока ну лайк и поставлю это интересное видео но тут в общем главный вопрос пять с половиной миллионов этот дом нужно привести я пытался прикинуть какие там размеры на 30 квадратных метров это 5 на 5 на даже больше 5 на 6 то есть он уже так вот таких размеров он влезет на манипулятор ну вот манипулятор вот эти вот всем бытовки это же по сути бытовка сборная конструкция совсем вот этим просто у супер современная со всеми вот эти вот солнечными панелями всеми этими насосами и остальным они определенного размера должны быть чтобы влезть манипулятор манипулятор мог поднять поло ставить на платформу позади себя на грузовик и провести по дороге общего пользования и чтобы она влезал определенный габарит если габариты больше то есть такого 30 метров дом перевозить это нужно чтобы спереди ехала машина с маячком надписью этот большой размер или чё там типа габарит когда они влезают спереди и сзади должны машины ехать что что не к ним не кондиция забыл слова уже сейчас не помню какая на и какой на них пишется вот надо перевести куда-то чтобы поставить этот домик можно перевозить и доме конечно по идее тогда из одного места другой и там жить как мне кажется многие бы сказали но но куда ты будешь ездить собственно в россии да есть много красивых у нас мест вообще чем без б есть полно их но ты будешь из одной области в другую ездить там из сочи например куда-нибудь пхмау или ямала ненецкий чтобы посмотреть местные красоты и там пожить это мы сколько-то дней это вряд ли да это супер богатый возможны на вертолете может и грузовом перевести вот этот дом и опустить новом месте но это вряд ли потому что пять миллионов миллионов проще потратить на на капитальный дом по стройку одноэтажный там две спальных там какой-то туалет ванна чтобы там было и для себя для гостей спальня санузел отдельно в отдельно душ душевая и отдельно небольшая кухня такое там может гостиная какая-то и все на капитальную конструкцию плюс еще денег там добавить естественно придется современными ценами там уже больше в каком-то красивом месте чтобы купить еще но оформить точнее землю под этим домом и чтобы твои дети и дети и твои детей приезжали туда собственно отдыхать озеро таха условно говоря как сша делают у каких-то семей там есть свои домики так сказать летние на озерах всяких местах около пустынь живописных так вот они держат дом приезжают туда на сезон отдыхать и все вот так же это сделать ну что автоном дома это конечно прикольно но собственно хочется больше 13 киловатт чаще всего электричество для плазмы например чтобы вечерком есть и смотреть какой-нибудь фильм хочет чтобы там был интернет например пусть не проводной но чтобы и это было например тоже такое мобильный короче интернет был вот а в этот дом я не знаю какие перди ты полезешь и установишь там дом чтобы тебя не было интернета и там всего в тайгу закинуть но это вряд ли плюс еще обслуживание этого дома очень важная деталь обслуживание панели эти это самое наверное уязвимое место эти панели солнечные что я это слово забыл солнечные панели они первых выходят из строя сами по себе а во вторых их может побить град птички я не знаю влететь в них там или раздробить своим клювом надо их чистить тоже тем не менее там был упоминал система против это автоматической очистки но ее тоже надо обслуживать она может сломаться плюс от пыли от грязи она тоже очищает или только от снега очищает крышу и вот эти вот панели умная крыша раздвигающиеся следящие за солнцем вот в средней полосе россии это и европейская часть его средняя полоса идет ставить такой дом но у нас там очень много всяких поселков деревень в различных живописных местах та же самая терибирка но это уже север по-моему где снимался левиафан там есть есть цивилизация собственно я не знаю не знаю выглядит спорновато честно говоря интересно стильно модно молодежно но спорно что там еще электр электрическая вот аккумуляторы тоже кстати выходит из строя со временем после циклов циклов зарядки разрядки тем более вот такой вот в таком доме где ветряк может и не работать из-за отсутствия собственно ветра а панели они хуже работают когда смурно например начнется неделя дождей у тебя аккумуляторы будут заряжаться намного меньше чем обычно они заряжаются и что собственно с этим делать предлагается и какой объем интересного у аккумуляторов здешних насколько их хватит чтобы без подзарядки конкретно работать я не знаю рассматривать ой извиняюсь рассмотреть как временный домик типа ты поставил его где-то в живописном месте и приходить только спать а в основное время гулять всякий хайкинг так далее заниматься рыбной ловлей тоже фиг знает опять же по той причине которую я сказал в начале собственно то что проще тогда капитальный дом на него потратиться что туда надо еще вот эту вот будку привести непосредственно вот ну это самое очевидное что я сказал наверняка еще можно что-то там придумать минусы или плюсы этого дома модернового вот так вот всем спасибо за внимание всем пока